Девушки отдыхают Но главное, в ней участвовал Майоров Я думал, она вышла за приставку в банкомат, а тут темперамент Но и после карантина я сбежала от мужа Зайцева? Снова из-за Майорова Что это опять было? Просто в больнице тебе не здоровалась, и я решила узнать, все с тобой в порядке У него кровь! Скорую вызывай! Между делом я откачала умирающего Макса Давай, Макс! Я требую! Ты мне ребра сломала Мне осталось еще А Катя вспомнила, что она моя подруга Тебе очень плохо И во всем созналась То значит не было То значит Макс никогда не спал со мной Я соврала тебе Тебе просто повезло Даже замужней я снова разрываюсь между двумя мужчинами Не помешал? Мой любимый Ну я слышу про тебя сегодня Ты самая лучшая Ты всех спасла Когда тебе 16 Тебя очень волнует техника первого поцелуя Как дышать Куда девать нос и очки Что делать с языком А в какой момент закрывать глаза Мои познания были исключительно теоретическими Макс Майоров не собирался со мной целоваться Технику первого поцелуя я оттачивала на экране Она была самой обычной пай-девочкой Это ты потеряла карандаш с резинкой? Ой, спасибо, Макс Ее интересовала только учеба Пока однажды она не встретила его Случайная встреча перевернула ее жизнь Впервые на экране Александра Зайцева И неподражаемый Макс Майоров в роли Макса Майорова В фильме о первой любви Он ее любит От продюсера Александры Зайцева Увы, признание в любви в исполнении Макса Майорова Так и осталось в моей фантазии Но почему сейчас, когда все свершилось И я наконец замужем Это должно было случиться Можешь злиться сколько угодно Пожалуйста, встреться с ним Прямо сейчас Вставай и иди к нему Он хотел что-то тебе сказать А я все испортила Это мой гамбургер Если Макс тебя любит, то я Пятнадцать лет Я спала и видела, как он скажет мне эти слова А теперь все Все Я замужем Я люблю своего мужа Пусть не так долго, как марафон с Максом Майоровым Ну ничего Ничего Это просто вопрос времени Рома Он заботливый Он честный И очень преданный Колу-лайк, пожалуйста А Макс только и умеет, что причинять боль Рома никогда меня не обидит Рома вообще никого никогда не обидит Макс, отпусти меня Извращенец Серийный убийца Черт убил твою мать Ты знаешь, она не моя мать Я не убивала Ага, она сама От горя окочурилась, что у нее такой сынок Я толком шарахнул Я вообще не должен перед тобой оправдоваться Получил деньги Боли отсюда Не было никаких денег, не дури меня Как не было? В маленьком чемоданчике 120 тысяч 121 тысяч С ума сойти Ну, это будет компенсация за потраченные нервы 122 тысяч Может, ты проболталась кому, а? Ага Заказала рассылку в интернете И вообще, с какого перепуга ты выбрал мусорку? Ты подумал, что это подходящее место для тебя Я удваиваю цену 300? Мое последнее слово Я уточняю Мы говорим о моем молчании 400 Я уточняю Я серийный убийца 350 380 и твой Порш Заметано? Соглашайся А то мы так до приезда новобрачной не добазаримся Занесем на второй этаж Положим в ванную И вызовем скорую Ты уронил ее с лестницы Ну? У нее переломаны все кости Ты не можешь просто сунуть ее в ванну И выдать это за несчастный случай Она подскользнулась и упала в ванну Сейчас, секунду Да, солнышко Ты зачем звонишь? Да нет Ну, я просто сказал Что я соскучился Лучше не звонить, а приезжай Когда ты приедешь? Пять минут? А? Нормально Ты пришла только переодеться Чшш, не ворчи, пожалуйста Сегодня освобожить пораньше И сразу к тебе Обещаю Это по отдельному тарифу Больше у меня нет Сейчас Сниму со счетом Антон, я никому ничего не скажу Спасибо Не хочу, чтобы вы думали Будто я не такая, как все Лично я бы только приветствовал Чтобы все были такие, как ты Сохранить себя до 30 лет Это достойно восхищение Мне 32 И я, кажется, дождалась Своего единственного Алла Мне необходимо Признаться Да? Я съел вашу ветчину Простите меня И я вам куплю другую Я иногда Выхожу во время обеда в магазин Я могу покупать и для вас А еще я могу делать вам бутерброды Спасибо, Алла И вам спасибо, Пол Толич Села Живко Мы делим с ним одну палку в холодильнике Прямо как мы когда-то с Зайцевой Лучше бы вы этого не говорили А что? Новый день, новое спление? Ой, Максим Владимирович вызывают уже третий раз за утро Ну, смотри-ка Что-то происходит, а ей не сказали Ответь, пожалуйста Мой рабочий день начнется через четыре минуты Зайцева Алло Алло Ну, говорите уже, пожалуйста И так несколько раз за день Дышат, трубку ничего не говорят Кому-то делать нечего, вероятно Это, наверное, та девушка с имплантом в голове Она уже звонила несколько раз Только начинает говорить, сразу бросает трубку И ты вот так просто говоришь об этом? Послушай, ты позволила больной девчонке сбежать из больницы Так толком и не узнав ничего о ее состоянии Слушай, ты еще хуже моей мамы Как ты с этим живешь, а? А я ночью вспоминаю все, что натворила днем И горько плачу Максим Владимирович просил, чтобы вы к нему зашли Аллочка, передай, пожалуйста, ему, что у меня и другие пациенты есть, хорошо? Бунт на корабле Чизус Ау, боль, боль Ес, прямо из спортзала забрали ЭКГ вроде в норме, там давление повышенное Может переволнувался Больно Эд Силиван Окей, Сулливан Силиван О, а я вас знаю Я вас не знаю Нет, нет, вы тренировали мою маму, пока мой папа изменял ей с Марго Волгиной Марго? Да О, фантастик Она любит мою маму К сожалению Я любит мою маму Она лучшая Ау 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 Алла Срочно надо вести его на УЗИ Алла Сейчас Сейчас Ау 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 Оно еще не зажило Оно скрипется кошками По кошкам настоящего Рецепт от сожаления Текстура от отчаяния Судьба полечит времени Но лучше средства знаю я Это любовь Это надежда Это вера Что Все будет хорошо Доктор обещает Это любовь Я работаю на трисепс 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 Трицепс Да Я делаю поведение И я чувствую боль Такая боль Больно Больно Сильно Заколола 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 Да Сейчас посмотрим Сейчас О Да у вас камни Эт Мине? Вас И мне? Да А я А я хорошо? Нет не Спокойно Спокойно Я не отдам тебя в такие руки. Эд, знаете что, у вас камни, очень большие камни, и есть возможность серьезных осложнений. Так что лечиться вы здесь будете долго. Сейчас вы получите болеутоляющее и пиво. Пиво? Окей, мне не очень смешно right now. А я не шучу right now. Окей, пиво, но промывает почки, так что дадим возможность вашему камню выйти самому. Ага, окей, супер, look, I love your place, I love your clinic, it's fantastic. Но я не пью пиво, окей, maybe шампейн, шабли, белый шабли. А вот если пиво не поможет, нам придется оперировать ваши камни лазером. Лазером? Fantastic, I love it. Like a laser show, right? Так, Эд, сестра, налейте ему пиво, пожалуйста. Шампейн, белый шабли. Эд, Эд, здесь, здесь у нас больница, ноу-бар. Оськи. Палец с кнопки вызова сними. А ты не игнорируй меня. 37 ровно. Оперировать сразу будем? У меня обезвоживание, дай мне что-нибудь. О, ну ты же знаешь, сколько стоит что-нибудь в нашей больнице. Да. Открой рот. А-а-а. 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 Ну, лимфа узла немного увеличена, и кажется, слово спасибо застряло в горле. Это твоя работа, лечить людей. Угу. Спасибо. Что ты сказал? Я ведь сказал уже, слышал ведь. Максимилиан! Скажи, что я в коме. Боже мой, это мой сын. Ты выглядишь кошмарно. Я думала, Максимилиан шутит. Свободная. Он обсуждал с ней мое замужество? Майоров не стал бы просто так разговаривать со своей матерью обо мне. Это значит только одно. Его задело то, что я вышла замуж за Ромой. Райский. В сумерках страсти. Странный все-таки этот тренер какой-то. Ты знаешь, мне кажется, что он гомосексуалист. Обсуждать пациентов неэтично. К черту этику. Голубой на сто процентов. Пристали к нормальному человеку. Ну, это всегда чувствуется. При условии определенного опыта, конечно. А вот ты очень странно реагируешь. Мое уважение, сестричка. Это отвратительно. Выгрузила. Везу в морг. Ой, никто меня не видел. Не дергай меня. Я вообще не обязана заниматься благотворительностью. КОНЕЦ КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, или клиентов было меньше? Да. Это у меня такое хобби – подбрасывать трупы. Я по поводу тела для анатомички. Машина из меда уже ждет. Берите вот это в середине. Нет, это лишнее. Надо проверить по бумагам. А, Всеволод, вообще-то я пришла не просто так, я... Вы возите. Вы возите экспонаты. Нам нужно поговорить с... Ксенией. Да, с Ксенией. Сугубо по медицинским вопросам. Берите вот это. Ну, ты даешь. Знаете, конечно, спасибо за предложение. Ваша идея на счет того, что можно с вами делать, скажу прямо, оригинальная. Однако должен вас разочаровать. Да. Ну, не хотите, как хотите. Я пошла. Ала, а где томограмма девушки, которая сбежала из больницы, а? А? Не знаю. На столе. А плюс С. Алла плюс Саши. Ты не видела мою томограмму? Вот она. Послушай, ты насчет Аллочки оказалась права. Ну, насчет ее опыта. Смотри. Послушай, может, поработаешь немного, а? Ой, что у тебя на щеке запачкалось, что ли? А, нет, прости, это пигментное пятно. Возрастное, наверное. Ну что, как дела? А? Камень вышел? Нет, не вышел. О, ес. Ну, жаль. Жаль. Значит, остается только лазер. А я никак не могу освоить эту установку. Русская шутка. Мне на дежурство? Фрэнд. А, мэн? Губай. Си? Так, прошли у ретро. Все дальше. Переходим к простате. Умница. Сейчас идешь направо, справа там находишь правый начиточник. Да. Плюш, следи за перестатикой. Не дави так сильно, левее. Прибыли в пункт назначения. Ага. Камень. А? Подожди, ты что, выстрелила, что ли? Дай сюда манипулятор. Что? Ты целишься так же, как твоя мать. Так же плохо. А ты кричишь так же, как Майоров. Вас что, в таких специальных местах выращивают? Доктор, я хотела объяснить вам. Я... Двери стали как-то медленно закрываться. Не заметила, да? Безобразие. Я хотела рассказать вам о своих чувствах. Больше девчонки. Служинный роман с медсестрой. Ужас. Так, быстрее, быстрее. До футбола осталось два часа. Мы с вами должны успеть до гола. Кнопочку нажмите? Да, простите. Мы вам не помешали? Не, не помешали. Ну, пойте. Все, поехали, поехали, поехали. Так вот. Паша, подожди, пожалуйста. Я же обещала помочь в родах с осложненным анамнезом. С осложненным? Не-не-не, не волнуйтесь, Малыч. Коллега так называет Плановое Кесарево. Обожаю Плановое Кесарево. Оле-оле-оле-оле-оле. Ну вот. Замечательный ребеночек из замечательного животика. Ну, ты тоже ляпнул, так ляп. Да. Ужасно глупо вышло. Хотела пошутить и... Ты что вообще за нами из лифта побежала? Да. Из Аллочки. С ней что-то творится. А ты, кстати, знаешь, в чем дело. Возьми сама, да спроси. Не могу. А что? Что-то такого. Подошла, да спросила. Знаешь, я в жизни не видел таких неуверенных людей, как ты. Ты даже полностью не раздевалась, когда мы занимались с тобой сексом. Да. Ну, потому что в твоей квартире сквозняк гулял. Ну, это уже не важно. У тебя есть муж, все обросы к нему. Любишься в заклад, он тебя еще голый не видел. Доктор Айски смотрел на Амалию взглядом полного вожделения. Но он знал, что стоит ему приблизиться к ней, как он потеряет контроль. Вонзит свои клыки в ее белоснежное тело, и она будет навеки проклята древним вампирским проклятием. Здесь я добавила немножечко драматизма. Конец. Скоро. Это вторая глава. Итак. Вдруг дверь Кельи и Райского постучали. Извините, пожалуйста. Можно у вас одолжить вашего сына? Макс. Я оставила включенными фарами, и машина не заводится. Моя температура. Макс. Ну, будь ты человеком. Пожалуйста. Дай мне ключи от своей машины. А зачем это? Потому что я приехал сюда на скорой. Продолжай читать, я скоро приду. Ну, можно? Нет еще. Теперь можно. Ну, и зачем ты заглушила двигатель? Он должен поработать, пока не зарядит аккумулятор. Но я же не химик-ядерщик. Папа. Ну, и что ты плачешь? Паша назвал меня закомплексованной. Румынский ничего не понимает в женщинах. Вообще ничего. Он с ними не спит. Он с ними только разговаривает. А это очень узкий взгляд на проблематику. Ну, да. Ты с ними спишь, но не разговариваешь. Этот взгляд шире, да? А то, чем мы с тобой сейчас занимаемся, это как называется? Ладно. Надо же. Согласилась. Уже неплохо. Переходим к тебе. Паша прав. Ты самая зажатая из всех, кого я видел. Но это же круто. Кому нужны девчонки, которые хлещут пиво из горла и травят грязь? Я не знаю анекдоты. Я вообще анекдотов не запоминаю никогда. У женщин в этом мире другая роль. Застенчивая, нежная, неуклюжая блондинка. Бесвкусно одетая. И что любила пореветь. Макс, я так перепугалась за тебя. Ну, перепугалась, их хватит. Теперь поезжай домой. По пути подрежь пару машин. Ты женщина, тебе можно? Ты почти хамишна. Это так мило. Женщины все понимают не так. Я пытаюсь поддеть тебя, а ты решила, что это комплимент. Мне Катя все рассказала. А Катя? Она рассказала, что у вас с ней ничего не было. Макс, там в лифте ты хотел мне кое-что сказать. Я готова сегодня это услышать. Что ты хочешь услышать? Что я буду сохнуть по тебе всю жизнь? Я что, я подыхаю от одной мысли, что ты с ним? Но ты не заслужила этих слов. Ах ты! Вылезай тогда. Я все сказал. Кстати, для новобрача ты выглядишь не очень. Говорят, женщины расцветают после свадьбы. Так вот это не про тебя. С ручника сними. Ремезов изрешитил дверь пулями. Одна из пуль попала, сычок в голову. Хладнокровный монастер, состоящий в щеки, брызги крови. А давай лучше я тебя почитаю. Бестселлеры. Я покупаю, дружу на самое лучшее. Аллочка подарила на свадьбу. Доктор Райский и Вулкан. Райский поднялся на крутой берег. На горизонте искрился Везувий. А в его сердце искрилась Амалия. В эту ночь я плохо спала. Давление скачет. Кровопотеря выше нормы. А, и скальпель опять тупой. Наверное, Аллочка бутерброд нарезала. Кстати, а бутер с докторской ячейкой, да? Макс, у нас нестабильный больной на столе. Всего пару бутер с ячейкой. Это ж не комплексный обед. Не будь ребенком. Так ты идешь? Звезда моя, я что-то устал. Может, домой пойдем? Извини. Я теперь замужем. Ты реально бедствующий. Взрослая замуж. Когда-нибудь ты подрастешь и поймешь меня. А кто это был? Да так. Один мальчик из школы. А-а-а. А-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Доктор Райский, что с вами? Пока не поздно, идите к своему мужу. Я не уйду. Не прикасайтесь ко мне. Смотрите на меня. Вот какой я. Почему вы без белого халата? И вы неаккуратно попринялись. Беги! Ты говорила, что будешь любить меня вечно. Ты будешь принадлежать только мне. Нет, доктор. Я слишком люблю солнце. Я не хочу жить вечно в темноте. Я бессмертен. Или ты не смотрела фильмы про альпиров? Что это? Нет! Только не это! Я не собиралась его красть. Максим Владимирович, я не делала копий. Тьфу. Так, я переоденусь домой и на смену. Райских сумерках страсти. Гениально. Пять утра. Нам подари я одиннадцать сковородок. Мы можем одиннадцать дней жарить яичницу и не мыть посуду. Ты знаешь, я всю жизнь вела счет тому, чего у меня никогда не было и не будет в жизни. Сейчас я хочу посмотреть, что же у меня есть. И что же это? У меня есть дивный муж. Который меня никогда не обманет, и у которого нет от меня секретов. С которым не надо бояться, что он передумает, когда увидит меня такой, какая я есть. Я же к тому, что стирать себе и мыть, готовить я буду сам. Вот она я, когда не втягиваю живот, когда не трапируюсь красивыми простынями, когда... Если ты помолчишь, ты будешь еще более прекрасной. Только меня мучит один вопрос. Какой? Этот парень, который стоит сейчас перед тобой, с отпавшей челюстью. Чем он заслужил такую женщину, как ты? У него большой холодильник. Вместо нормальной брачной ночи у нас с Романом было фантастическое брачное утро. Да-да, я знаю. После свадьбы я выгляжу ужасно. И еще в глубочайшей депрессии. Это мое место. Долго раскачиваешься? В следующий раз. Занимай, не раздумывая. Сручника сними. Бестолочь. Извините. Извините, пожалуйста. Извините. О! Чуть калека не сделалась в самом деле. Фу! Ух ты, какая вы сегодня потрясная. Аллочка, я догадалась о тебе. Да, мне давно нужно с кем-нибудь об этом поговорить. Я влюблена, и это безответно. Я понимаю, как нелегко любить женщину, но подожди. Я люблю мужчин. Одного, двух. Ух, иногда трех, но не в количестве дела. Просто я не могу ответить тебе взаимностью. Нет, ну скажи, я что, виновата, что ей нравится женщина, а мне нет? Ты что, какие женщины? Она по уши влюбилась в Живкина. Да. Кажется, договорился. И почему тогда А плюс С? Это очень просто, Зайцева. Алла, плюс Сева. Что у нас здесь? Да камень распался, фрагменты пошли вверх, и началось воспаление. А мы можем подойти к камню снизу при помощи петли через мочеточник? А-а, слишком сильный отек. Ну, зайдем с другого конца. Сделаем пункцию в области почечной лоханки. Примерно вот в этом месте. А затем... О, мой гад. О! Ну, еще и на наркозе. Сэкономим. Э-э-э-э. А-а! Вставим катетер, остатки камней выйдут по нему вместе с выделением. М-м-м, сюда? Ни дня нельзя поболеть. Вот так. Ну, теперь ты вернулся, и человечество спасено. Я еще неважно себя чувствую. Хочу уйти сегодня пораньше. Приятный вечер наедине с собой? Очень смешно. Зашивай. Макс. Ну, ты прямо с кожи вон лезешь, чтобы я заметила, как ты раздражал. Знаю. Я тоже раздражена. Да, я хотела бы открыть у вас счет и положить некоторую сумму в евро. А, адрес прописки в Москве. А я в гостинице остановилась временно. В какой? В лучшей. Кто так подкрадывается к живому человеку? Я много думал о вашем предложении. Вы должны меня простить. Понимаю, такой женщине, как вы, не просто быть отвергнутой. Так все, хватит. Да, чувства, это вещь очень серьезная. Вы еще хуже, чем ваша специальность. Значит, вы меня простили. Доброе утро. Добрый. Аллочка, я допустила страшную бестактность. Извините меня. Не, на фионерлагере окончилась, да? Да, может, мою дочь удачилась. У нее как раз переходный возраст. Все время нравится поплакать. Да, алло. Алло. Это ты? Девочка, которая сбежала из больницы, да? Да. Ага. Меня Саша зовут, а тебя? Марина. Очень красивое имя. А ты можешь сказать, где тебя идти? Я хочу поговорить с доктором Мерзаян. Ее, к сожалению, сейчас нет, но за тобой могу приехать я. Сами что-то делают. Я поняла. Ты, главное, не волнуйся и никуда не уходи. Скажи, куда я могу приехать? На коллекторной улице, четвертый дом. Коллекторная улица, дом 4. Я скоро буду... Наш физкультурник выдернул катетер. Вот пусть Зайцева его и вставляет. На коллекторную... Настоящее что-то сделает имя, Каллика. Сейчас все брошу. Он коммерчески больной. О, приятного вечера, коллеги. Молчать! Зайчика совсем наглела. На каблуках приперлась. Ты злишься на нее, потому что я нехорошо замужем. Это обманчивое впечатление. Ничего, она у меня еще пожалеет. Не надо. Не надо что? Ты даже не знаешь, что я собираюсь сделать. Ты собираешься все испортить? Про что вы ей говорите? А, это... Хотите общий наркоз? Не вздумай разрушать ее брак. Если разрушится, значит, с самого начала было непрочно. О, приятно. Не больно. Гуд врач. Мы еще не дошли до простаты. Что? А! Ау! Джизус! О! Теперь дошли. Ну, смотри, простата такое дело. Так, коллекторная четыре. Приехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Пропуск нашла. Алло, Марин? А! Марина? Кто такая Марина? Ромочка, это ты. Ну, слушай, я не могу сейчас говорить, потому что телефон завалился между сиденьями. Я не могу его достать. Ну, со мной-то ты как-то разговариваешь. Ладно, проехали. В общем, так, сегодня мы у твоих смотрим кино. Фильм выбираем мы. Ты какой хочешь? А, ну, давай, Титаник. Титаник. Марина! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие-то бродяжки и беспризорники, которым стало скучно. Они просто тебя разыграли. Не знаю. Мне так не кажется, Рома. Ну что, твой рабочий день на сегодня закончился? Да? А что? Кто-то любит меня к моей работе, а? Да. Нам важен каждый рубль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас прям лопну от материнского счастья. Мама? Мама? Мама, где мой любимый плед? В твоей комнате. Кот плодит. Кот плодит. Я так рада за вас, что я все время боюсь. Как бы чего ни случилось. Чего случилось? После такой свадьбы у меня не хватит на развод. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ау-ау-ау! Кот, молодец, вкусно. Кушай. Надеюсь, ты не пожалеешь, что струсила. Не оправдывай себя. Тебе так просто удобнее. Как далеко шагнула техника. Как просто стала обидеть человека, не глядя ему в глаза. Но никакой прогресс не изменит сути человека. Говорят и правду. Его страха оказаться жертвой. Как летят на солнце спины. Это к нам плывут дельфины. Вот сейчас они заговорят. Его неспособности принять чужое счастье, когда не смог осчастливить сам. Или его отчаяние от того, что тебе дорог тот, кто причиняет тебе боль. Волны мы им тоже улыбались. Но они не догадались, что заговорить они должны. А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok